Здравствуйте, в эфире программа «Подробности». На этой неделе губернатор Олег Ковалев вручал почетный знак Рязанской области за усердие медицинским работникам нашего города. И гостем нашей студии сегодня стал один из награжденных медицинский брат отделения реанимации и интенсивной терапии БСМП Сергей Рассохин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. В первую очередь мы вас поздравляем. Спасибо. И первым вопросом, наверное, все-таки станет, как вы и почему пришли в эту профессию. Ну, об этой профессии я мечтал с детства, вот сколько себя помню, да, то есть мысли о том, что носить белый халат, использовать там всякие блестящие инструменты, фонидоскоп, тонометр, это была мечта моей жизни, да. Вот, и как бы почему, наверное, скорее всего, это все с генами переходит, то есть мой двоюродный дед, он был фельдшером, пришел с войны, во время войны закончил курс фельдшеров, вот, и до конца своих дней работал в селе Смыковск, Пашковского района, на фельдшерско-кушерском пункте. Ну, как бы вот с детства, как я уже говорил во всех публикациях, да, то, что первым пациентом для меня был плюшевый медведь, вот, на котором я как бы ставил всевозможные, делал ему операции, ставил ему там инъекции, ну, в общем, все как положено. Медведь, к счастью, до сих пор жив, но экзекуции он, конечно, от меня много испытал. А врачом вы не хотели стать, попробовать идти выше? Нет, можно было, конечно, попытаться, но дело в том, что когда, как бы я уже заканчивал колледж, да, у меня уже была семья, у меня уже был сын, жена нужно было кормить, а, естественно, в то время родители особо не могли помочь, потому что и безработицы, и на заводах работы не было, получали там зарплату, как мы называли, сухпайками, консервами и всем остальным, вот, поэтому остался в реанимации, и до сих пор, и об этом не жалею. Вот сама сфера реанимации, мне кажется, это одно и сложнее, что только может быть в больнице, то есть человек находится между, на грани между жизнью и смертью. Как вот вы справляетесь? Могу сказать, что первое время было очень тяжело, очень много было, как бы и слез пролито, да, и переживаний, вот, ну, когда вот мои близкие, да, наблюдали за мной, то есть после смены придешь, там, какой-то вот задумчивый ходишь, или там еще, они меня постоянно поддерживали. То есть, может быть, со временем просто выработался какой-то иммунитет, не то, что, хочу сказать, что не жалко, да, или мы не переживаем, нет, но просто так уже вот близко к сердцу, наверное, ну, или, может быть, наверное, скорее всего, слова батюшки, которые он сказал, ну, это не в ваших силах. Вы можете, да, вы как помощники, вы, вам, с помощью вас Господь батюшка дает еще один шанс человеку, ну, немножко продлить, да, жизнь. Вот, но опять это не от вас зависит, поэтому греха в этом никакого нет, то, что мы возвращаем к жизни, да. Наоборот, как бы, на все воле Божьей, это не наши лекарственные препараты, да, и наши манипуляции, наш уход, или там улыбка, или доброе слово. Все это, ну, это все в совокупности идет. Вот, а по поводу реанимации, ну, да, конечно, за эти годы много чего мы повидали, так скажем, и всевозможных пациентов разных абсолютно, потому что больница скорой помощи обслуживает всю Рязань, вот, зачастую там и травмы, то есть это ДТП, хронические заболевания, плюс какие-то острые хирургические патологии, вот, отравления, что сейчас очень много пациентов с всевозможным, там, и наркотическим отравлением, и алкогольным, то есть они все проходят через нас, вот, но в реанимации, как бы, не то, что мы только, вот, спасаем, да, когда человек приходит в сознание, то есть там у нас еще идут профилактические беседы, то есть мы просто объясняем, как бы, ну, там живые примеры, да, вот, лежат они, два пациента рядышком, один там вот с таким-то заболеванием, другой с травлением, допустим, да, когда мы всегда говорим, вот, видишь, вот он нас в свое время не слушал, он уже там не первый, потому что у нас пациенты все одни и те же практически проходят через БСМП очень часто, особенно с травлениями, потому что на базе нашей больницы дезинтексивационный церковь, центр на базе неотложной терапии, поэтому все, естественно, отравления поступают к нам токсические, вот, поэтому приходится объяснять, приходится как-то словом, там, делом, ну, то есть поддерживать, наверное, скорее всего, вернуться в нормальное общество, вот, к сожалению, не всегда это получается, то есть, естественно, расслабиться нельзя, вот, то есть на свои какие-то бытовые, да, там, мысли, телефонные разговоры и все остальное, вот, поэтому там, тем более, постоянно наблюдение, потому что может секунду сыграть большую роль, благо, что вот сейчас, как бы, много очень государственных программ, которые выделяются на оснащение, да, мониторы, то есть это многочасовое наблюдение за больным, те же самые аппараты, искусственные вентиляции легких, то есть они нам в этом помогают, они, как бы, завиняют наши глаза, уши, если там что-то, какое-то отклонение, естественно, получается, ну, как бы, срабатывает сигнал тревоги, и поэтому мы вовремя можем быстрее, как бы, к больному подойти и оказать ему помощь. Вот, если раньше это было с помощью фонендоскопа, того же самого этонометра, да, о котором я мечтал, то есть нужно было подходить, как вот задают там вопрос, а как вы сейчас измеряли это давление, то есть сейчас там выставляются просто параметры, и аппарат сам меряет, выдает только данные. Вот, и нам приходилось и каждые три минуты, и каждую минуту, в зависимости от тяжести состояния. То есть, да, работа очень тяжелая, она и психологически тяжелая, и физически тяжелая, вот, и поэтому вот то, что я в своем фильме, который в конкурсе принимал участие, да, то есть, ну, как бы, представлял меня как специалиста, вот я сказал, что врач – это все-таки мужская профессия, а не женская, потому что я смотрю на тех женщин, на тех девочек, которые вместе со мной работают, и вот, наверное, это про них был сказан коням, на скаку остановит горящий избы войдет. То есть, это наши дамы, несмотря на то, что они такие хрупкие, беззащитные, но они очень много что делают для спасения других жизней. Какими качествами должен обладать врач, фельдшер, медбрат, конкретно вы? Ну, я так думаю, что душевность все-таки, она присуща, потому что, и опять, то есть, не всегда можно, ну, так скажем, гладить по голове, да, говорить только, там, не знаю, приятным нежным голосом, да, как бы с больным общаться. Иногда приходится строго, то есть, как воспитатель, там, учитель, да, в школе, потому что, то есть, объяснять доходчиво. Кто-то понимает с первого раза то, что вот что нужно, что не нужно делать, как бы, какую помощь, потому что мы же помощь оказываем не только врачи, да, там, медбрат или медсестра или фельдшер, но и сам пациент, он тоже принимает в этом участие, от него много чего зависит, потому что мы будем стараться делать, а если он не будет хотеть этого и не будет сам нам помогать в этом, то никогда положительного результата не будет. То есть, он будет, но он будет кратковременным. И опять все может вернуться в больничные койки. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Ну, мне бы очень, конечно, хотелось. Вот старший сын Александр, он, конечно, учится у меня сейчас в Гнесинке. Вот, он будет артистом уже, но это у него на самом деле, это его профессия. Дочь, ну, средняя, ну, я не знаю, она девочка, поэтому выбор, наверное, будет за ней, скорее всего, кем она захочет стать. Я бы был не против, если бы даже она была врачом, потому что я так думаю, что у нее вполне хватит, как бы, моральных, человеческих качеств, чтобы быть врачом. Степан, младший самый, ну, он, конечно, одевает тоже халат. У нас есть маленький детский халатик, вот он, как бы, там, в клопачке ходит, лечит он всех. Мы покупали моему игрушку, айболит, да, то есть он смотрит, наверное, может быть, скорее всего, пример папы, то, что он видит, он все это. Вот, ну, я не могу сказать пока. За них тоже принимать решение за детей, кем им стать, я считаю, что это неправильно. Расскажите про конкурс. Вы заняли, победили всероссийский конкурс медицинских работников, да? Ну, да, вот я уже говорил о том, что я, наверное, волновался больше в этот раз, когда получал награду от губернатора, потому что присутствовали все коллеги, которые рязанцы, мы друг друга знаем, поэтому перед ними нельзя было там упасть, да, грязь лицом, вот. Вот, ну, волновался я, конечно, больше там абсолютно спокойно. До конца еще не понимал, что вообще произошло. Я уже понял, когда я сюда, в Рязань, вернулся, когда вот это вот внимание очень слишком обостренное, много как бы вот все показывали, снимали, интервью убрали. Вот тогда я понял, что ответственность на мне колоссальная лежит, поэтому, когда на общей больничной конференции все-таки, что на самом деле, то есть это заслуга не моя, а всего коллектива БСМП. И мне было единственное, наверное, вот это вот чувство не гордыни, а гордости за то, что я первым прославил БСМП отделение реанимации на всю Россию. Я напоминаю телезрителям, что в гостях нашей сегодняшней студии медицинский брат БСМП Сергей Рассохин. С вами была программа подробности. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин